Особое мнение на 101FM Оно советских мальчишек и девчонок Мечту о том, чтобы стать космонавтом Мечтали стать космонавтом в детстве? Наверное, завидовал им точно Я мечтал, между прочим, да Сегодня у нас много тем для обсуждения Кроме того, задавать вопросы вам могут наши слушатели На сайте kirovo.ru Есть специальная форма для вопросов И вот, смотрю, я, видимо, только-только поступил вопрос Михаил, интересуется, отразится ли на строителях И на их клиентах падение курса рубля? Вот я сегодня читал На одном очень известном новостном сайте Мнение экспертов Причем эксперты были Московские, федеральные Мнение экспертов разошлось Кто-то говорит, что повлияет Кто-то говорит, что не повлияет Я думаю, что На рынок Кирова Кировской области Это влияние будет крайне незначительно То есть мы его с вами не почувствуем А за счет чего? Какие факторы тут? У нас есть ряд оборудования Которые покупаются по-прежнему за валюту Это один... Импортного производства Импортная, да? И второй момент Это влияние общей социально-экономической ситуации в стране То есть при низком курсе рубля То есть все равно инфляция будет увеличиваться И строители будут вынуждены тоже следовать за инфляцией Поднимать цены на свои метры квадратные Хорошо, вот Михаил ответ Собственно на ваш вопрос Далее я хочу затронуть тему Которая у всех у нас Трагичная тема У всех у нас по-прежнему на устах И я думаю, что долго еще будем об этом говорить Если не всегда, да? Я имею ввиду трагедию в Кемерово И стартовавшую после нее Серию проверок по всей стране Общероссийский народный фронт участвует В проверках в Кирове Торговых центров Социальных объектов Ну не в такой степени То есть что участвуем То есть мы ни в коем случае Не подменяем государственные органы То есть здесь у нас проводят проверки МЧС Как профильные государственные органы С участием прокуратуры И я думаю, что это Те органы, которые должны здесь Навести порядок Которые здесь в праве Наверное, или они Могут выявить нарушения И здесь мы их Ну точно не продублировать Не быть Даже на одной ступени По компетенции с ними быть не можем То есть Мы единственное только отслеживаем То, что они работают Ну и у нас Вопрос чуть-чуть Вы смотрите Ага, следят Следят Да, почему-то вопрос опять стал Вкомпанечнее Да, то есть вот Некий элемент присутствует То есть вот случилась трагедия Да, пошли проверять То есть эта работа должна Наверное, все-таки Проводиться регулярно И тогда Может быть Я надеюсь, что таких трагедий Не будет Сотрудники МЧС Уже рассказали Ну просто шокирующие Какие-то данные Что Киров у нас В лидерах Да, по Приволжскому Федеральному округу По количеству нарушений Противопожорной безопасности В торговых центрах Да Как это возможно? Почему они продолжают работать? К сожалению Это стало возможно По ряду причин Связаны они были В первую очередь С нормативными пробелами С теми лазейками Которые в нашем законодательстве есть То есть это Дорабление бизнеса И воспользоваться Теми льготами Которые предоставляются Для малого бизнеса По мораторию На проведение всех видов проверок То есть вот За счет этого И Недочеты А может быть даже Серьезные нарушения Они имеют место быть Плюс К этому Зачастую Несогласованные Неодобренные действия По перепланировкам По изменению Конструкции Конструктивов Применение Делочных материалов Тех, которых Применять нельзя То есть вот это Павлико Те нарушения Которые Въявили Надзорные органы Это правда Что инспектор Госпожа надзора В настоящее время Но он придет Если вот пришел На объект Посмотрел Нашел нарушение А дальше он Ничего не может сделать То есть Прекратить работу Тотчас же Он не может Я имею ввиду Закрыть Какое-то заведение Для того Чтобы провести проверку Есть определенный порядок Во-первых Это должно прийти Согласование С прокуратурой То есть Если это плановая проверка То перед началом года Весь график проверок Слово С прокуратурой Если прокуратура Дала согласие На проведение Плановой проверки То За определенный период Дает начало Должно прийти Уведомление К тому юридическому лицу К которому придет В том числе И пожарный инспектор Это Практически Всех Надзорных органов Касается За исключением Может быть Там Самой прокуратуры Налоговой инспекции Ну А вот Роспотребнадзор МЧС Только в такой порядок После этого Сама проходит проверка Заканчивается Она Предписанием На устранение Выявленных Недостатков Помимо этого Могут привлечь К ответственности Административное Либо должностное лицо Отвечающее за пожарную Безопасность Либо Самое юридическое лицо Штрафы Там конечно Есть Приличные Но И вот Случаи Когда нарушения Имеют такой Серьезный характер Они намного больше Чем затраты На выплату штрафов Поэтому К сожалению Существует такая практика Когда платятся штрафы А мероприятия По устранению Не проводятся Какая периодичность От этих проверок Периодичности Как таковой Не установлено Законодательно Но это не чаще Трех раз в год Может быть и чаще Но это опять же Нужно согласовать С прокуратурой То есть должны быть Весомые доказательства Того что здесь Необходимо провести проверку Известно ли о том Насколько тут Серьезная коррупционная Составляющая Ну опять же Это вопрос Наверное больше К правоохранительным органам Вот у меня Такой информации нет Хотя некоторые факты Ну Заставляют задуматься В начале апреля Да мы помним Случился пожар В поселке Новом Дурнимы называем Да и ваш коллега По ОНФ Роман Титов Говорил о том Вот смотрите Показательный случай Да отдаленный район города И техника туда В нормативные сроки Не доберется Есть такая проблема Есть такая проблема Актуальная Да Сколько там Десять минут Да у нас должно пожарная машина Первый расчет должен Прибывать Я сейчас на мотив Точно не помню Но знаю точно Что он есть То есть он считается По удалению От Любой объект Должен быть закрыт На определенном радиусе Пожарным депо И что Там сейчас нужно строить депо Чистые пруды Да Прочие Прочие Микрорайоны Если город развивается То пожарное депо Возникает необходимость В их строительстве То есть у нас До недавнего времени Например Ленгасово Не было закрыто Пожарным депо И вопрос решился Буквально там По-моему Год или два назад Со встретивством Нового До этого У нас Вся часть города Кирова Находящаяся в Ленгасово Не была закрыта То есть Нормативный срок Для подъезда Пожарной машины Не был выполнен А какие-то Альтернативные Это источники тушения Здесь норматив Были предусмотрены Здесь норматив Он есть Да И от него Скажем Эта норма не поменялась Поэтому он должен Исполняться И ответственность Здесь лежит На муниципалитете И на органах МЧС И тут Роман Альбертович Говорил еще О проблеме Плохих коммуникаций Да Или отсутствия коммуникаций То есть Где пожарная машина Может запитаться водой Еще Это проблема Наличия Пожарных гидрантов На системах Водоснабжения То есть Помните Фабрика горела Да Кипиш Извините Был здесь Когда пожарные машины Не могли воду найти То есть Эти пожарные гидранты Должны быть Обозначены Какой-то единой схеме Дальше должны быть Установлены Таблички на зданиях Где расположен Ближайший гидрант Помимо этого Есть определенная Периодичность Которая эти гидранты Должны Поддерживаться В нормативном состоянии То есть Проведиться их испытания Кто проводит Это испытание Вопрос открытый Собственник Или орган МЧС Сейчас только идет Перепихивание Одной структуры На другую А собственник Муниципалитет В нашем случае Это муниципалитет Который сдал Эти сети В аренду Коммерческой структуры Плюс есть Сети Которые принадлежат Самой коммерческой структуре А что за коммерческая структура? ККС Кировская коммунальная система Простите Кировская коммунальная система И вот такая неразбериха Такая неразбериха То есть Сейчас уже как застройщик Когда мы сдаем дома То вот Те гидранты Которые Мы В своих проектах Предусматриваем Существующие Либо вновь построенные Мы Сами уже заключаем договоры С МЧС Они приезжают И дают нам акты Испытания пожарных гидрантов Если они неисправны Если они неисправны То устраняем Даже может быть Не свои гидранты Которые находятся на сетях Муниципальных Либо Коммерческой структуры Но На момент ввода в эксплуатацию У нас Все гидранты Необходимые Скажем так Потенциально Для тушения Этого объекта Они находятся В исправном состоянии Что с ними происходит Дальше Я не знаю Потому что Мы дом сдали И я так понимаю Что они остаются Опять же Без испытаний Без проверок А согласовывать Муниципалитетом Или с коммерческой структурой Нужно же Это все Ну когда мы приезжаем Нет Мы не согласовываем Не согласовывается Дмитрий Сергеев Депутат УЗС Председатель регионального штаба ОНФ Гендиректор фирмы Маяковская Это ваше особое мнение У нас сейчас небольшая пауза И мы вернемся к этой теме Теме пожарной безопасности Продолжаем нашу беседу Скоро мы перейдем К многоквартирным домам В плане пожарной безопасности Я хочу еще спросить А как это должно быть Строится новый микрорайон Как должно согласовываться Чтобы там было все-таки пожарное депо Чья это ответственность Значит у нас с развитием города Планированием заниматься муниципалитет Это его ответственность Генплан так называемый Реализация генплана То есть здесь при развитии города В одном или другом направлении Должны быть предусмотрены территории Земельные участки Где должны строиться депо Вот источники их финансирования У нас четко не определено Кто должен их финансировать Должен их финансировать муниципалитет Либо их должен финансировать МЧС Либо может быть это какая-то иная форма Или какая-то солидарная Либо скажем это как социальный значимый объект Должен его финансировать застройщик То есть на сегодняшний момент Однозначного ответа мы не найдем То есть если его финансирует застройщик То получается что эти затраты Воложатся на стоимость метра квадратного И оплачивают их жители Повышение стоимости жилья в этом микрорайоне Да соответственно Когда вопрос Не знаю будет подниматься широко Возможно с подачи УНФ Вот здесь он Я бы сказал что Вот в плане градостроительной деятельности В одном ряду со строительством Школ, детских садов Поликлиник, пожарное депо То есть вот это все социальные объекты Они все должны строиться И ответственность за их наличие Она все-таки несет муниципалитет То есть это должна быть Этот вопрос должен быть проработан Муниципалитетом в первую очередь И источники финансирования Должны быть им определены То есть сам С чьей-то помощью При федеральной поддержке То есть вот если город развивается То вот эти объекты Они должны идти одновременно Со стрельством жилья А не только ли лишь вот эти высокие коробки Каменные и бетонные Кто их строит Значит если из-за строительной коммерческой структуры Строит коробки То должно быть определено А кто будет строить все остальное Из-за чьей счета Хорошо Давайте к многоквартирным домам переходить Российский народный фронт Да, поднял эту тему Что с нашей пожарной безопасностью В наших домах И тут выявились очень многие вопросы Да Проблемы Рассказывайте Что удалось Вот на сегодняшний момент Пока у нас Скажем проверки идут В отношении Мест с массовым пребыванием людей А вот по многоквартирным домам Пока проверок нет Но я ожидаю Что они След тоже За этими проверками И пойдут И по многоквартирным домам Речь идет О многоквартирных домах Повышенной этажности То есть это у нас Ну скажем Где-то выше 10 этажей К этим домам Предъявляется Повышенное требование По пожарной безопасности В том числе Наличие пожарной сигнализации Системы дымоудаления Возможна система Которая позволяет Подавать воду На верхние этажи То есть Повышительные насосы И отдельная станция Вот К нам уже есть обращение От жителей города Кирова Когда при плановых проверках Которые проводили в МЧС Затраты на восстановление Этих систем Составляют миллионы рублей И в одном из домов Жителям пришлось скинуться Более чем 10 тысяч рублей С квартиры Для того, чтобы эту систему Восстановить А сколько квартир? Какая притрата Не скажу Не буду помнить Но просто сама цифра Как бы она Внушительная Внушительная То есть вот Ну если там проживают Пенсионеры Бюджетники То есть это цифра Для людей Ну очень значительная Вопрос стоит О домах У нас эти такие дома Начали строить Где-то в 90-е годы И в тот момент Как их сдавали Мы не знаем Все ли было введено Правильно Все ли в нормативном состоянии Или может быть Какие-то там Отступления были Что-то обещали сделать Потом и не сделали Дальше Сама эксплуатация Этих систем То есть у нас Сами знаете Что Ну к сожалению Случаи вандализма есть То есть оторвать пожарный датчик Но вот вы да Сказали что На восстановление Именно То есть Кто-то ведь это разрушил Кто-то это уже Либо-либо это Может быть не сдали На момент ввода объектов В эксплуатацию То есть вопрос Может быть и так Был когда-то То есть А может быть Это и разрушение Которое произошло Суммы значительные И наше предложение Заключается в следующем Не так давно В жилищный кодекс Были внесены поправки Которые позволяют Тратить деньги Собранные на капитальный ремонт На ликвидацию Последствий Чрезвычайных ситуаций То есть А почему бы нам Не дать возможность Людям на общем собрании Обрелить такую возможность И потратить эти деньги На предупреждение Чрезвычайных ситуаций Которыми в том числе Является и пожар То есть Вот Денежные средства Аккумулирующиеся На спецсчетах На счетах Фонда капитального ремонта По решению Собственников Возможность Истратить их На восстановление Систем пожарной безопасности В многоквартирных домах Интересное предложение На самом высоком уровне Вы будете озвучивать На сегодняшний Федеральное законодательство Да Здесь потребуется Внесение Федерального законодательства И дальше уже здесь Реализация на Региональном уровне Во всяком случае Такое предложение Оно недавно У нас было сформулировано Сейчас мы его Через СМИ В том числе Сегодня Озвучиваем А дальше Мы будем Транслировать На федеральный уровень Через наш Центральный штаб То есть Есть депутаты Государственной думы Которые В случае его поддержки Могут Внести законодательную А процедура Процедурно Как это будет Кто будет принимать решение Слушайте У нас на сегодняшний момент Перечень Конструкций Которые можно Ремонтировать За счет Средств Собранных На капитальный ремонт Он у нас Определен Федеральным законодательством Вот этот перечень Нужно расширить И включить в него Системы пожарной безопасности То есть Это федеральное законодательство Жилищный кодекс Дальше уже Здесь Изменения В программу Капитального ремонта А непосредственно Вот на месте В доме Как это Собрание Будет решать Собрание Ну наше видение То есть Опять же Будет обсуждение Наше видение То есть Это по решению Собственников Когда Пришел пожарный инспектор Выписал предписание На устранение Когда Там Я не знаю Управляющая компания Либо Там ТСЖ Либо Кооператив жилищный Который там есть Посчитали Сколько Нужно средств На их восстановление Тогда на общем собрании Должны не решить Откуда эти деньги Они берут То есть Либо мы скидываемся Либо мы увеличим На меру квартплату На сумму И там За определенный промежуток Времени собираем Либо мы берем Эти деньги Которые у нас Собраны На капитальный ремонт Ну соответственно На новостройки В течение первых Пяти лет Эта тема будет неактуальна Да? Во-первых Пять лет Несет гарантию Застройщик Если дома строились По договорам Долевого участия Оговорочка Очень важна Потому что у нас Долевое участие Постепенно Отход от него Будет происходить Законодательство меняется Да Второе По какой причине Произошло нарушение То есть Либо это Подрядчик Что-то сделал Вернее застройщик Сделал С какими-то нарушениями То есть гарантийный случай А может быть Это не гарантийный случай Когда система была Кем-то нарушена Извне Ну то есть Случай вандализма Тогда уже придется Собственникам Скидываться Да Любопытно Я знаю В материалах УНФ Уже опубликованных Еще и фигурирует Такая проблема Как подъезда Непосредственно Пожарных машин К зданию Как известно Есть нормативы Застройки Чтобы могла Проехать Пожарная машина Но увы Мы знаем Как выглядят наши дворы Они все заставлены Да То есть На стадии проектирования Эти проезды Для пожарной техники Которые позволяют Поставить Машину так Чтобы можно Эвакуировать Из любой квартиры Жильцов Они предусмотрены Но после того Как дом Сдан и передан Жильцам Жильцы даже Не имеют представления Скажем так Где эти Проезды находятся То есть Наше здесь предложение Это Сделать какой-то Рекомендательный Может быть документ Который бы Устанавливал Таблички Знаки определенные Которые были бы Унифицированы На территории Всего муниципалитета И хотя бы В плане информирования На домах Они размещались Где находятся У них противопожарные Проезды Где площадки Для разворота Противопожарной техники Если они нужны Я понимаю Что машину Люди все равно Будут ставить Мы от этого Не избавимся Никакими табличками Мы не избавимся Но во всяком случае Представление о том Что где этот Проезд есть Где-то может быть Поменять дислокацию Скажем Стянки машин Для того чтобы Подозвучить Пресс Какие-то такие Меры уже Сами жильцы Будут предпринимать Это один момент Второй момент Даже в случае Чрезвычайной ситуации То есть возникновение Пожара То есть В первую очередь Подумать Что надо было Брать свою машину Чтобы там пожарная Техника приехала Потому что там Могут эвакуировать Могут повредить И могут Отодвинуть в сторону Чтобы провести Эти действия Помните Как в прошлом году Активно муссировалась Тема Депутаты Госдумы Массу законопроектов Предлагали Когда несколько случаев Автомобилист Не пропустил скорую И скорая не успела Просто-напросто К пациенту Сколько там было Законопроектов Разрешить таранить Мешающую машину Ввести серьезные штрафы Вплоть до уголовного наказания Если человек погиб В результате того Что скорая не успела Ну вот знаете Вот американские фильмы Опять же к ним Когда машина стоит У пожарного гидранта Там есть Ну как бы У меня перед глазами Просто Когда пожарный подходит И разбивает стекло И прямо через машину Прокидывает пожарный рукав Да То есть И он в этой ситуации Действует правильно И никаких потом Скажем там Материального воздействия На него мер предприняться Собственникам не будет То есть вот Я думаю Что жизнь человека Она все-таки дороже Чем Машина Сколько бы она ни стоила Я так понимаю Вы предлагаете Перенять опыт Ну я думаю Что это Полномочия Экстренным службам Я думаю Что это правильно Правильно И еще тоже Общероссийский народный фронт Заострил внимание на том Что наши пожарные Недооснащены Так скажем Да Не везде Они в случае чего Могут добраться Этот вопрос Этот вопрос Поднимают даже Сами работники МЧС В большей степени На собраниях На которых Мне приходится Бывать То есть протоколы Которых я смотрю То есть они Поднимают вопрос О том что Пожарные лестницы Например в городе Кирио Только до 16 этажей То есть 17 этажей Еще могут эвакуировать А выше нет Внимание Жители Этажей выше 16 Или 17 Но у меня сразу Возникает вопрос У нас дома В стране строятся И там и по 50 этажей Да Вот таких средств Для эвакуации людей То есть пожарные Лестницы Не существуют точно Но Людей из этих Домов Эвакуируют То есть есть другие Меры Которые обеспечивают Соблюдение пожарных Норм То есть это может быть Два выхода То есть это могут быть Нездымляемые Лестничные клетки Да То есть вот эти все Мероприятия У нас на сегодняшний момент В нормативах Они есть Главное чтобы они Исполнялись И поддерживались Дальше при эксплуатации зданий То есть Наличие самой Этой лестницы Но не обеспечит Может быть Эвакуацию людей А вот наличие этих Пожарных выходов Оно как раз И должно служить Для того чтобы люди Могли безопасно Эвакуироваться из зданий А автоматическая система Пожаротушения Когда вода с потолка Значит у нас В многоквартирных зданиях Есть требования свои То есть вот Скажем для здания 14 этажей Которые мы Последние Из высотных домов строили Там Есть Во-первых Система пожарной сигнализации То есть при задымлении Срабатывают датчики И звуковая сигнализация Людям говорит о том Что нужно эвакуироваться А датчик посылает Сигнал в пожарную охоту Да Как один из вариантов То есть Либо может быть Он выведен на пульт Где находится Постоянный чек То есть лифтерную А лифтер уже должен Вызвать пожарную Либо может напрямую Вводиться в пожарную часть Дальше Следующий момент Это система Дымоудаления Это система Которая Выкачивает Вытяжка В общем Она очень серьезная То есть Я не знаю кадры В интернете Когда люди В случае Срабатывания Пожарной сигнализации Не могут закрыть Дверь в квартиру Как раз Это свидетельство О том Что система Дымоудаления Работает Дальше Есть Системы Которые подают Воду В пожарных В систему Которая позволяет Тушить На верхних этажах То есть Сухотрубы Которые есть Они заполняются Водой И Те пожарные Рукава Которые есть На каждом этаже Их можно использовать Для Тушения пожара Должна быть Установлена Кнопка Для Мало ли Сигнализации Не сработало В автоматическом режиме То есть У человека Есть возможность В ручном режиме Ну и еще ряд Мероприятий Которые я просто Ну сейчас даже Повторяться не буду То есть Они есть Они разработаны Они должны быть В исправном состоянии Середина часа Пора Рекламу На рекламу Нам прерываться Дмитрий Сергеев Депутат УЗС Председатель регионального штаба УНФ Генеральный директор Строительной фирмы Маяковской Сегодня с ним беседуем И продолжим Наш разговор Через полторы минуты Особое мнение На 101FM Продолжаем нашу беседу Напоминаю Что на сайте Echikirova.ru Есть Форма специальная Для того Чтобы задать вопрос Сегодняшнему гостю Особого мнения Я слежу За тем Что там происходит Вопросов пока нет Но у вас есть возможность В течение ближайших 10 минут Свой вопрос задать Про противопожарную безопасность Мы продолжим беседовать Поэтому сейчас мы говорили Про высотное здание А мне все-таки хочется Спросить вас еще и Про хрущевки Огромное количество Людей у нас в городе В них проживает Это пятиэтажное В основном здание Там старая проводка В том числе Как один из рисков Там Много очень пожилых людей Которые В силу своих Физических особенностей Как-то не могут За всем уследить Как там? Ну это даже еще Не самое страшное У нас есть еще Деревянные бараки Которые остались Там с 30-х С 40-х годов Там ситуация По пожарной безопасности Еще хуже Но они расселяются Если в хрущевках У нас хотя бы Железобетонные Лестничные марши И площадки То в тех домах Даже лестничные марши И площадки Выполнены из дерева Что Ну в плане пожарной безопасности Очень плохо Быстрее Чем вспыхнет Да То есть Пути эвакуации Человек просто Будет отрезан А уже Скажем В тех же хрущевках У нас там Несгораемые конструкции То есть Материалы применены Которые не поддерживают И не горят сами Поэтому здесь Наверное В хрущевках В этом плане Более безопасно жить Нежели Вот В тех домах Которые там С деревянными перекрытиями С деревянными Лестничными маршами Вот Как дело обстоит В плане проектирования На сегодняшний момент И эти нормы Причем остались По сути дела Больших изменений Не претерпели По нормативам У нас Людей До пятого этажа Должны эвакуировать При помощи пожарных лестниц То есть Либо у них выход есть На лестничную площадку Либо через Балкон Окно На пожарную лестницу Выше девятого этажа Это как раз Одна из тем О том Как спасать Выше пятого Выше пятого У нас должно быть Два выхода Из квартиры То есть Вопрос А как же У нас один Один выход Это в лестничную клетку Второй выход Это через балкон Либо лоджию И там есть два варианта Либо это Люки В междуэтажных перекрытиях На лестничных клетках Многие видели Когда лестники металлические стоят И металлические люки Это один вариант Второй вариант Должен быть Так называемый Пожарный отстойник То есть Расстояние Которое позволяет Человеку Дождаться Пока его Оттуда снимут Это расстояние Это не балкон Это на балконе Но от края балкона До окна Должно быть Либо метр двадцать Либо между двух окон Должно быть Не меньше метр шестьдесят То есть Расстояние Куда человек должен встать И Ну я думаю Что это сделано Все-таки Из каких-то Теоретических Либо практических Опытов Вот этот норматив Я еще расскажу Что он С советских времен Остался То есть Человек должен Здесь безопасно Дождаться Когда его Эвакуируют Все Никаких дополнительных Средств поджародушения В хрущевках нет Ну в хрущевках Я даже не скажу Вот эти пожарные Отстойники Они там Ну если Хрущевка до пятого этажа То там наверное Больше ничего не стоит Нет я имею ввиду Там пожарных гидрантов Пожарные гидранты Они на улице На улице Да То есть И в современных зданиях До Скажем Сигнализация Автономная Которая устанавливается В квартире То есть Это датчики Работающие Там на батарейке Потому что Не автономные То есть В случае задымления Квартиры Они срабатывают Выдают звуковой сигнал Хорошо Ну я предполагал Что большую часть программы Мы посвятим Как раз Противопожарной теме Но Я подготовил еще И другие вопросы Которые В последнее время Активно обсуждаются Вот хочу Поинтересоваться Как у вас Как у специалиста Как у строителя Накануне Стало известно о том Кто будет ремонтировать Фасад авиационного техникума На Октябрьском проспекте Фирма называется Универсал строй Я честно говоря Не слышал о существовании Такой компании Она кировская Не кировская Не скажете Не интересовался Вот сразу заинтересовала Фирма выиграла торги Снизив цену С 8,5 миллионов рублей До 5,5 миллионов 3 миллиона Вот сразу Как специалист О чем это О чем это говорит В процентном отношении Это очень большое понижение То есть Это десятки процентов То есть Мы с этой Мы не Участвуем в торгах Как фирма Маяковская То есть Я здесь обозначу Но от коллег По СРО Где я являюсь Председателем правления С этой проблемой Я знаю Сталкиваются Подрядчики Когда фирмы Роняют цену Очень здорово Здесь есть два механизма Это У государства Как правильно Привести Государственную закупку Это есть Конкурсная процедура И электронные торги Вот на электронных торгах Учитывается только цена И больше никаких Параметров К заказчику К подрядчику Не предъявляют Никто никого не видит При конкурсной процедуре Учитываются и другие факты Это наличие Опыта работы Это Наличие специалистов Определенного уровня То есть Это там Скажем Какие-то требования По Ну не знаю Даже там Может быть По плате взносов Отсутствие их То есть Такие требования Там могут быть определены Они тоже Расписаны в нашем законодательстве И при Конкурсной процедуре Все-таки Происходит Более Трепетный Тщательный отбор Подрядчика И здесь Такого падения Не бывает Потому что Не все могут в этом участвовать Потому что Они не соответствуют Каким-то требованиям При электронных торгах Да Эта процедура Быстрее Почему ее Чаще используют Работники Городских муниципальных служб Эта процедура Позволяет Больше сэкономить Но Скупой Платит Все знаем Сколько раз И поэтому И наша Просьба Обращения Была в том числе И губернату Кировского Все-таки Отходить от процедуры Электронных торгов И проходить на процедуру Конкурсов Так Повторю свой вопрос Вот сразу Если простым языком Что за этим может скрываться Падение на 3 миллиона рублей Серая зарплата Может за этим скрываться Уход от налогов То есть Следующее Это применение Материалов Более дешевых Нежели заложенных Проект То есть То на чем Можно сэкономить То есть Это вы Из практики черпаете Да Это Из опыта работы Других предприятий Мы с этим не сталкивались Потому что Мы в государственных Контрактах Не участвуем Ну и дальше Подробности этого проекта Вентилируемый фасад Там будет Из керамогранита Ну это такая Современная тенденция Современная Вене Синебежевый цвет Вы помните Что Минобор Регионально устраивал Там ведь конкурсы Даже Выкладывал Несколько проектов Ваш с эстетической точки зрения Вот такой внешний вид Вот как жителю города Я скажу Я не архитектор Но я бы хотел Там видеть Что-то более интересное Что-то более интересное Вот до сих пор не ясно Сохранять ли там Эту мозаику Или не сохранять Вы за сохранение Я за сохранение Да С двух сторон То есть Ну наверное Какие-то конструктивные мероприятия Можно было Разработать То есть там Особенно говоря Вот эта часть Она бы осталась В первоначальном виде А остальное было бы облицовано Но это Мое мнение Здесь должны все-таки Собственники И архитекторы К этому вопросу Подходить И решать его Падение на 3 миллиона Может быть с внешней стороны Только облицуют И все В конкурсном здании Должно быть написано Сколько метров Должно быть облицовано И если сделаешь дешевле Это не значит Что деньги останутся тебе Ясно А вы кстати Сторонник Вот этой точки зрения О том Что многие историки наши Антон Касанов Говорят о том Что надо как-то Трепетнее относиться Не только к зданиям Еще до революционной эпохи В нашем городе Но и советская архитектура Она тоже достойна уважения Безусловно Безусловно У нас есть здания Которые построены В советские времена Но которые могут Стать Какой-то изюминкой Достопримечательностью Нашего города То есть Здание дворца пионеров Один вариант Один пример Панорама Диорама 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 Да здание В 1977 году построено По титулу оно шло Как канализационная станция Комсомольская стройка То есть Вот такие объекты Они безусловно Должны быть сохранены Они должны остаться Нашим потомкам Хорошо Еще про здание Одно хочу спросить С 1903 года Постройки Вот 115 лет Ему будет исполняться В этом году В конце августа Я имею ввиду Александровский костел Католикам в очередной раз Отказали в том Чтобы отдать его Под собственно Католическую общину Григорий Зволинский Настоятель нашей Римско-католического прихода У нас в понедельник Рассказывал о том Что он написал Епископу в Москву И епископ должен Принять решение Все-таки Идти ли судебным путем Или не идти Юристы говорят о том Что у католиков В общем-то есть перспектива Выиграть это дело в суде Как вы считаете? У нас есть Федеральное законодательство Которое дает Возможность Общинам Затребовать имущество Которое находилось До 2017 года В их распоряжении В их собственности Причем это все конфессии Это все конфессии То есть я думаю Что здесь С юридической точки зрения Наверное да Они здесь выиграют Судебная тяжба Если они будут Мне как жителю Как человеку Который неоднократно Был в костеле Который слушал орган На концертах Мне очень жалко Если оно станет Только культовым зданием Культовым сооружением И мы утратим Вот эту возможность Посещать там концерты Как культурный объект Мы его потеряем Поэтому здесь Вопрос Наверное Не доводить дело до суда А попробовать О чем-то договориться То есть Варианты наверное Существуют То есть Предоставить земельный участок Под строительство Да То есть Может быть Может быть Еще какие-то варианты Есть У муниципалитета Либо У области Решить этот вопрос Не передавая Оставив за Жителями города Этот культурный объект Но и Вопросы По культовому Сооружению Для католиков Тоже решить Ну помните Ведь обсуждался вопрос Что орган Переносить куда В дом офицеров Вот этот орган Он был спроектирован Изначально Под это Помещение Его переносить Это Все равно Что выкинуть На свалку В общем-то Штучные варианты Да Он делается Он делается Под что-то Да То есть Не наоборот Поэтому Вот Он будет играть только там Больше нигде играть не будет Ну и последний Видимо вопрос Успеваю задать По поводу Нового руководителя Управления Федеральной налоговой службы Сейчас так много Внимания ему уделяется Я так понимаю Что предприниматели Присматриваются Прислушиваются Ждут Пока он делает Такие вроде как Хорошие для бизнеса Заявления Что мы будем создавать Комфортные условия Чтоб вы работали И платили налоги Как-то так Он так высказался У вас лично Как у руководителя Компании Были какие-то претензии Раньше К налоговой службе Или у налоговой К вам Я понимаю У нас была налоговая проверка Которая закончилась Судебным разбирательством Которое мы выиграли То есть налоговики Что-то там перегнули палку Сумма была Несколько Несколько Десятков миллионов рублей Мы свою правоту В суде отстояли Как у других компаний Я здесь сказать не могу То есть Если есть нарушения То нарушитель Должен за них отвечать Если нарушений нет То кошмарить бизнес Не надо Вот здесь Я не скажу Что у нас В Кирове Кировской области Там кошмарили бизнес Но Скажем Чрезмерное внимание К нему уделяли Насколько оно было оправдано Не знаю Здесь все-таки Должны Контрольно-натирающие органы Ответить Со стороны Со стороны Да То есть и те Кто выдает полностью информацию А не Когда тебя проверяют Ты все равно кажется Что это обидно Что это несправедливо Поэтому Мнение другой стороны Тоже нужно здесь слушать Вот здесь я точно Не являюсь экспертом По той ситуации Которая была у нас Я рассказал Это давно было? Это года четыре назад Год четыре назад Ну в целом-то у вас Такие положительные взгляды Отношения на нового Руководителя Мы с ним не сталкивались Я надеюсь Что и не сталкиваемся Да и брежнее тоже не очень Я с ними не контактирую То есть у нас Не было необходимости Да В тот момент прошел То есть в рамках Действующего закона Они выставили свои требования Мы с ними не согласились Вопрос решили в суде Просто не так давно Новый бизнес-аббунтсмен В нашем регионе Владислав Попов Рассказывал Тут прямо вот сидел И рассказывал в эфире О том какие случаи Бывают с налогами Когда якобы налоговики Не могут найти никаких нарушений Они приходят и шепчут на ухо Чуть ли там не Уходите из нашего региона Регистрируйтесь в другом Потому что мы не можем У вас найти ничего А должны Вот вплоть до того Это или мы хорошо работаем Или это ваша недоработка Но это в любом случае К вам вопрос Не к бизнесу Да-да-да Заканчивается время нашей беседы Дмитрий Сергеев Депутат УЗС Председатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Гендиректор фирмы Маяковская Спасибо Всего доброго Спасибо Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok